Ваш сын корчил рожи перед всем классом и сорвал урок. Жаловалась учительница. Приду домой, дам паршивцу за трещину. Подумал Леонов. Народный артист Советского Союза Евгений Леонов был не только талантливым и знаменитым артистом, но и заботливым мужем и отцом. И несмотря на свой плотный график, насыщенный съемками и гастролями, он находил время для занятий и игр со своим любимым сыном Андреем, который любил пошалить, и однажды из-за его проказ родителей вызвали в школу. Супруга Леонова, Ванда Владимировна, не захотела идти на ковер к учительнице, и в школу пришлось идти Евгению Павловичу. Когда он пришел в школу, учительница начала не просто рассказывать про проказы сына, а еще и отчитывать самого Леонова, как мальчишку, за то, что он плохо воспитывает сына. Как вспоминал потом Леонов, учительница буквально загнала его в угол, читая аннотации, а Евгений Павлович, красный и смущенный, взмок от напряжения. Чувствуя себя трижды виноватым, он сгоряча подумал, ну все, как приду домой, сразу дам затрещину паршивцу, будет знать, как срывать урок. И на такой невеселой ноте попрощался с учительницей. Из-за волнения после разговора с преподавателем, Леонов решил пройтись пешком до дома, не садясь в общественный транспорт. И по дороге Леонов неожиданно встретил женщину, тащившую большую сумку с продуктами в одной руке, и в другой державшую маленькую дочку, которая плакала. И дочка, неожиданно увидев Леонова, засмеялась, узнав популярного актера, и перестала плакать. А ее мать, поздоровавшись с актером, благодарно взглянула на него, и получив ответную улыбку от актера, сказала дочери, «Вот видишь, Винни-Пух смеется вместе с тобой». Домой Леонов пришел совсем с другим настроением, и окончательно забыл про желание дать затрещину, и только спросил сына, «Ну, давай, покажи нам, что ты за рожи строил в классе на уроке». Андрей показал папе и маме эти рожицы и чуть не сорвал спокойный домашний вечер. Настолько это было смешно. Посмеявшись всей семьей, Леоновы легли спать. Вспоминая этот случай, Леонов удивлялся тому, насколько такие, казалось бы, мелочи, могут поменять настроение человеку, и как важно разделять человеческие эмоции на главные, как улыбка ребенка, и второстепенно, как вызов родителя в школу, пусть и заслуженный, из-за шалости твоего ребенка. Евгения Леонова еще не раз вызовут в школу из-за Андрея, и отец добросовестно ходил туда, отменяя вылеты и отпрашиваясь с репетиций. И все-таки, несмотря на досаду, любовь отцовского сердца всегда была сильнее самых внушительных нотаций со стороны преподавателей. Позже в письме сыну Евгений Леонов написал такие слова, «В сущности, дружочек, нет ничего проще живой тревоги отцовского сердца». Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, впереди много интересного!